Всем привет! Отличие науки от догмы в том, что в рамках науки можно задаваться вопросами и в ответку ожидать не оскорбления и навешивания клемма, а обоснованные ответы. В этом видео я задамся 10 вопросами о форме Земли и прошу ничего не брать на слово, а проверять все самостоятельно. Брошен вызов самому существованию человечества, поэтому нам нельзя больше оставаться в своих узкоспециализированных люльках. Необходимо расширить наши профессиональные рамки и взять на себя всю ответственность. Альберт Эйнштейн считается самым великим физиком в мире. Я, кстати, жила в городе, в котором он родился, в Ульме на протяжении 4 лет. Так вот, эти его умозаключения не преподносятся в учебниках, потому что не принято отклоняться от общепринятой теории, в которой движение Земли преподносится как факт. Также замалчиваются такие большие эксперименты, как эксперимент Майкельсона, который показал, что Земля не летит в космос, и ее скорость — ноль. А теория гравитации, теория эволюции, теория большого взрыва, теория черных дыр, теория вращения Земли, теория о шарообразности Земли — это лишь только теории. Современная наука занимается обратным инжинирингом, то есть она исходит из того, что Земля — шар, и уже под это подбивает все возможные парадигмы. Хм, если Земля — шар, то как бы нам обойти фундаментальное свойство воды неизменно стремиться к одному уровню? А, теория гравитации! Так, гравитация требует существования необъяснимой темной материи, то есть, по сути, она является словесной подушкой с тем, чтобы не произносить слово «необъяснимо» слишком часто. Как удобно! И главное, все приняли это за чистую монету, вопреки фундаментальной физике, в пользу необъяснимой магии, согнувшейся, прилипшей к шару воды. А те, кто не верят в глобус, не гонятся ни за какими результатами и не притягивают ничего за уши, а полагаются на законы физики. Например, второй закон термодинамики, согласно которому из-за значительного сопротивления крутящийся земной шар должен бы замедлить свое вращение и тем увеличить количество часов в сутках, чего никогда не происходило. И помните о том, что я была на вашем месте два года назад, ни на секунду не сомневалась, что речь о фактах, а не о теориях. Постепенно погружаясь в тему, я хотела найти железобетонные доказательства, ведь мы в 21 веке, и закончилось это для меня неожиданно. Никто точно не знает, как выглядит плоская земля, но азимутальная равнопромежуточная проекция является картой плоской земли. Он использует в качестве своего логотипа карту плоской земли и разделяет ее на 33 масонских сектора. Карта Глиссона также используется в качестве представления плоской земли. Север находится в центре, а юг – это окружность Антарктиды с континентами и океанами внутри этой окружности. На протяжении всей истории мировой культуры описывается и подразумевается существование геоцентрической, стационарной и плоской земли. Египтяне, индусы, майя, китайцы и буквально все древние цивилизации придерживались геоцентрической, плоскоземельной космологии. Напомню, что геоцентризм – это когда неподвижная земля – центр мира, а гелиоцентризм Коперника поместил в середину Солнца и является отправной точкой сегодняшней астрономии. Библия и многие другие священные книги повествуют о геоцентрической, плоской и неподвижной земле. Но в 21 веке принято быть избирательно верующим, половина не постится, аборты делают почем зря, проходят процедуры генной модификации, верят масонам-основателям мифа о земном шаре. Ну а так-то, что ж мы верующие, так-то. Лично я охотнее верю древним писаниям и цивилизациям, построившим те же египетские пирамиды, чем современным астронавтам, в 21 веке ни разу не слетавшим на Луну, не потому ли, что и в 20-м туда не летали? А кто сказал, что есть какой-то край? Почему нет такого же вопроса про Вселенную? Ведь она признана плоской. Где край Вселенной? Если у плоской Вселенной нет края, то почему предполагают, что он есть у плоской Земли? Мне кажется, что это не искренний вопрос, а скорее защитный механизм с тем, чтобы минимизировать мыслительный процесс и отрицательные переживания, связанные с тем, что человек верил в обман всю свою жизнь. Когда я осознала, что живу не на планете, то не задавалась вопроса насчет края. Скорее, а какова моя цель здесь, если я часть центра нашего мира? Например, если посмотреть на карту Глиссона, такие круизы ходят либо сюда, вот, из Новой Зеландии, они едут вдоль этого кусочка и возвращаются, по-моему, в Австралию, и из Южной Америки есть тур вдоль вот этого участка. За рамки этих экскурсий отклоняться запрещено. Норвежец Ярланд Хой был арестован за то, что хотел исследовать Антарктику без разрешения. Вы не думали над тем, что океаны принадлежат нам всем? Я сейчас говорю именно про путешествия обычных людей. Зачем нужны какие-то разрешения для наших океанов? Все, что нам нужно сделать для того, чтобы прекратить эти дебаты раз и навсегда, это обогнуть Антарктиду и задокументировать расстояние. До подписания договора об Антарктике моряки, среди них и российские мореплаватели, путешествовали по этому маршруту и при этом преодолевали более 100 тысяч километров, что неопровержимо доказывает модель плоской земли, поскольку на шаре это расстояние составляло бы 20 тысяч километров. Если мы сможем добраться до побережья Антарктиды и обогнуть его, то это даст нам расстояние, которое докажет, что речь идет о внешних границах плоской земли. Это опровергнет какие-либо аргументы, выдвинутые для поклонения культу глобуса. Нам даже не нужно выходить на лед, чтобы доказать, что земля плоская. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Многие думают, что возможности современной астрономии позволяют точно предсказывать лунные и солнечные затмения и делают вывод о правильности гелиоцентрической системы Вселенной. Но за тысячи лет до того, как у Коперника забреживала идея земли шара, древние мировые культуры точно предсказывали затмение. Птолемей в первом веке нашей эры точно предсказал затмение на грядущие 600 лет, основываясь на том, что земля неподвижная и плоская, и его расчеты не уступают в точности современным. Кстати, у нас в Антарктиде аж 7 российских станций. Я хотела бы посмотреть хоть на одно видео 24-часового. Солнце, сейчас там у них в декабре лето, и в теории планеты должно быть летнее солнцестояние, когда солнце не уходит из вида. Пожалуйста, такое видео в необработанном состоянии, сырое. Такое видео просто не существует, потому что мы живем на плоской земле, и солнце не заходит только на северном полюсе. Вообще, мне кажется, что солнце на плоской земле ведет себя логичнее, чем в модели планеты. Взять погоду и часовые полюса. На шарообразной земле на 20 декабря карта погоды выглядит вот так, но по логике наклона оси земли в 23,4 градуса, паттерн на этой погодной карте мира должен ведь идти по диагонали, а не строго по горизонтали, как будто никакого наклона оси земли нет. То же самое касательно часовых поясов, ведь они ориентируются на солнечный свет, и столбцы должны идти не строго вертикально, а по диагонали, если верить в наклон оси земли. Корабли, солнце и все остальное не исчезают за горизонтом. Они скорее исчезают в горизонте. Неужели есть люди, которые полагают, что если бы земля не была шаром, то они могли бы видеть бесконечно далеко? Я не вижу свою руку в тумане, значит она скрылась за изгибом планеты. Постепенно исчезновение корабля является попросту следствием действия закона перспективы для ровных поверхностей, когда угол обзора и высота видимого объекта уменьшаются по мере удаления от объекта, и в какой-то момент линия видимости объекта и кажущаяся линия видимости поверхности земли сливаются в одну, за которой объект становится невидимым. Горизонт является не более чем исчезающей в перспективе линии, видимость которой зависит от остроты нашего зрения, применяемых инструментов, погоды и высоты обзора. То, что горизонт завязан только на оптике, прекрасно иллюстрирует рекорд Гиннесса. Это самая длинная когда-либо сфотографированная линия обзора. Фотография сделана на пике де Фенестрель, на ней видно пик Гаспар в Альпах, расстояние между ними 443 км. Давайте проверим, от пика де Фенестрель до пика Гаспар действительно 443 км, посчитаем, возможно ли это в соответствии с формулой изгиба земли. Расстояние до объекта 443 км. Фото сделано на высоте 2826 метров, это высота пика де Фенестрель. Хотя, разумеется, фотограф был не на самом пике, а ниже, ну возьмем по максимуму. По формуле кривизны Земли за горизонтом должно быть скрыто 5 км. Поскольку высота пика де Гаспар 3880 метров, увидеть его по этой формуле было бы невозможно. То есть остаются два варианта, либо планета Земля намного больше размером, и соответственно изгиб меньше, либо речь не о планете, а о плоскости. Первая кругосветка в 1519 году преподносится вот так. А давайте посмотрим, как это выглядит на карте Глиссена. Стартовали они отсюда, и двигаясь на запад, в итоге вернулись в точку отчета. То, что вы побегали по своим окрестностям, не означает, что ваши окрестности — это шар. Кругосветные путешествия не доказывают, что мы живем на планете, так же, как не доказывают, что мы живем на плоской Земле. Они работают в обеих моделях. Предполагается, что планета Земля в разрезе состоит из земной коры, мантии и ядра. Мы все с вами учили одно и то же, поэтому вы прекрасно знаете, о чем я. Но вот чем у нас не учили на уроках географии пятого класса, так это потому, что фактически самым глубоким бурением в мире является скважина в 12 километров. Если сопоставить на примере яблоко, то мы узнали, что находится на глубине половины его кожурки. Все остальное — это предположение. Никем и никогда не доказанная теория. Единственное, что мы узнали из кольского бурения, так это то, что даже состав первых 12 километров был предсказан неверно. Ожидалось, что будут базальты, обнаружились только граниты. Неожиданно натолкнулись на воду, температура их удивила. Вопреки ожиданиям было много трещин. Результаты оказались во многом неожиданны, и на их основании не возникло четкого понимания природы земной мантии. То есть состав меньше, чем половины толщины кожурки яблока. Предсказать мы не можем, но то, что находится в его центре, преподносим как неоспоримое доказательство модели шара. И почему за последние 30 лет ни одна другая страна не захотела присвоить себе почетный статус самого глубокого бурения в мире? В общем, ни один человек не может с точностью сказать, что находится под землей. О чем мы узнали из сверх глубоких бурений, так это о том, что уже на глубине 12 километров наблюдается температура в 212 градусов. Если она удваивается каждые пару километров, как здесь, то магма, температура которой составляет от 700 до 1300 градусов Цельсия, возникает не на расстоянии нескольких тысяч километров, а скорее представляет собой слой нашей ровной земли, начинающейся всего в 15-20 километрах под нами. Именно поэтому больше никто глубже не бурит, там слишком жарко. Окей, нельзя просто взять и вставить плоскую землю в модель вселенной Коперника. Речь не идет о диске, который вращается вместе с другими планетами вокруг Солнца. Юпитер, например, на моей новой камере с суперзумом смотрится вот так. Глядя на это, я скорее поверю информации древних цивилизаций о том, что планеты — это облуждающие звезды, чем современному фотошопу. Сейчас, когда я поподробнее изучила акциальную информацию, мне показалась их модель достаточно нелепой. Земля вроде вращается со скоростью 1609 километров в час, летит вокруг Солнца со скоростью 100 тысяч километров в час, движется по Млечному пути со скоростью 800 тысяч километров в час и вместе со всей галактикой по Вселенной со скоростью миллиард километров в час. То есть четыре различных траектории движения. И при всем при этом озеро на Алтае смотрится вот так. На данный момент, по их данным, в космосе вокруг Земли летают 6500 спутников, но тогда почему я никогда их не вижу на фоне Луны, например? В плане коммуникации, интернета, телефонной связи — все это обеспечивается тысячами километров оптоволоконных кабелей, проложенных в океанах. Насчет GPS у меня тоже есть свои сомнения. Если бы это была технология из космоса, она безупречно работала бы в любой точке мира. Например, когда я еду в поезде, у меня карта не грузится, и, соответственно, я привязываю это к тому, что нет вблизи наземных вышек. Или? Ну а Роскосмос, которому мы со своих налогов ежегодно перечисляем 77,7 миллиардов рублей, на исследование использования космического пространства, что вообще исследует? Здесь в инстаграме пост Роскосмоса от августа 21-го, где я вижу пузырь воздуха. Вы снимаете под водой и исследуете океан. Почему в ваших видео и влогах так много монтажа и обрезанных сцен? Было бы интересно получить необработанный сырой материал длительностью минут 5, с тем, чтобы опровергнуть предположение о том, что вы находитесь в самолете, в котором можно достичь невесомости секунд на 30. Почему в фотографии Луны с МКС через Луну видны звезды? Это либо очередной фотошоп, либо подтверждает теорию о том, что Луна не является твердым объектом. Почему во время отстыковки модуля Пирс от МКС 26 июля 21-го года модуль вдруг резко тормозит? Он должен был продолжать по своей траектории относительно Земли, но неожиданно замирает. Чем это объяснить, кроме как монтажом? На этом видео Роскосмоса от 26 ноября видна идеально прямая линия горизонта. А здесь на фото из иллюминатора видно, что использован объектив рыбий глаз, так как станция тоже изогнутая. Фотографии Земли целиком сгенерированы компьютерной графикой. Почему Роскосмос не может предоставить сырой материал для всеобщего исследования? В общем, наверное, самое главное послание этого видео. Почитайте, что такое объектив рыбий глаз и что он делает с фотографиями и видео. Что мы можем констатировать, так это то, что на протяжении тысяч лет одни и те же созвездия оставались неизменными в своей постоянной форме. Вспомните те четыре траектории движения, о которых я говорила, в соответствии с такой моделью. Каждую ночь мы должны бы видеть совершенно другое небо и никогда не повторяющееся сочетание звезд. Также современная астрономия не может ни различными предполагаемыми наклонами, ни колебаниями, ни миражом, ни вращениями, ни орбитальными движениями объяснить, как полярная звезда умудряется всегда оставаться в неизменном положении прямо над северным полюсом. А большую медведицу, расположенную рядом с северной полярной звездой, можно наблюдать с 90 градуса северной широты вплоть до 30 градуса южной широты. Чтобы наблюдение северного неба стало возможным на шарообразной земле, наблюдатель с юга должен был пронзить взором сотни и тысячи километров толще выпуклой земли. Дело не в том, что правда неизвестна. Дело в том, что правда намеренно скрыта, чтобы контролировать население и держать его подальше от Бога. Плоская земля — это смерть гелиоцентрической солнечной системы, гравитации, ношных галактик, инопланетян, динозавров, эволюции, так называемой науки, космических путешествий и всего, что с этим связано. Если вам интересен такой взгляд на мир и вы узнали что-то новое, буду благодарна за поддержку моего канала. Рассылайте видео своим друзьям под предлогом «Опровергни-ка мне вот этот пункт про созвездие». Спасибо за просмотр и до следующего видео! Субтитры сделал DimaTorzok